Девушки отдыхают 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 как попытка доминирования или стремления к власти. Ещё одной причиной может быть психологический запрет, связанный с пониженной самооценкой. И тогда я не могу принять какой-то дорогостоящий подарок, потому что внутреннее глубокое убеждение, что я как будто бы этого недостойна. Мариночка, а вот всё-таки, если вдруг дарят дорогой подарок, ну, разные случаи, всё-таки его нужно принять? Или есть возможность тактично отказать? Это будет вообще уместно или нет? Или всё-таки подарок подарили, всё, значит, берём? В зависимости от контекста и какая близость или дальность от дарящего, кем этот человек вам приходится. Бывают ситуации, когда дорогостоящий подарок говорит о том, что человек для меня ценен, я хочу его порадовать. Тогда мы принимаем это с открытой душой и с большой благодарностью. А бывает, когда в дорогом подарке скрыт троянский конь, и тогда следует, конечно, вовремя как бы отказаться. Марина, следующая классификация. «Мне больно, а вы довольны». Это уже из темы ненужных подарков. Не секрет, что такое случается, и мы получаем не то, что ожидали. Как вот не огорчиться или хотя бы сделать вид, что мы рады? Такое бывает, да, и огорчаться — это нормально. Мы в момент не можем регулировать свои эмоции, да, потому что наша эмоция — это сигнальная система, которая нам как-то говорит, что происходит со внешним миром. Но мы можем ответственно отнестись, как эта эмоция распорядится. Да, если мы в близких отношениях с этим человеком, то мы принимаем, конечно, с благодарностью за его внимание, за потраченное время, за мысли о нас. Но потом правильно будет аккуратно, уважительно донести, что спросить, например, наводящим вопросом, чем ты руководствовался или руководствовалась при выборе данного подарка, да почему это вдруг ты так решил. И аккуратно, мягко объяснить, что вот я бы вот так, вот так, да, или мне было бы там вот так, вот так, чтобы не оставался этот осадок, да, чтобы человек понимал, какие на самом деле истинные потребности у второй половины или у партнёра, или у члена семьи, чтобы это не повторялось из раза в раз. И следующая классификация. Это именно то, что я хотела. Подарки из так называемого списка желаний. Вот уместно ли его предоставлять, такой список, своим близким? Я уже не говорю о друзьях, знакомых. Заранее подготовиться. Да, это называется подарок-заказ. В каждой семье, конечно, свои правила. Кто-то может почитать это наглостью, да, а кто-то может воспринять это с благодарностью. И если отношения позволяют делать подобные предзаказы, да, то это лучшее решение для двоих сторон. Потому что, с одной стороны, это гарантия получить то, что на самом деле нужно, и, с другой стороны, да, меньше болит голова в поисках выдуманного чего-то. Поэтому лучший момент, да, когда эта возможность есть, сказать заранее, да, обговорить этот вопрос. И можно даже совместно пойти это всё выбирать. И тогда минимальные риски будут. Мариночка, но это ещё не всё. Я нашла ещё интересную классификацию непосредственно тех, кто дарит подарки. Их называют дарители. Вот тоже первое. Подлинный даритель всегда думает о том, кому дарит подарки. Если мы дарим, то на что обратить внимание в человеке, которому мы собираемся дарить подарок, чтобы, ну, хоть немного угадать всё-таки с сюрпризом. Это самый такой здоровый вариант, да, бескорыстный подарок, когда человек думает о том человеке, которому хочется подарить. Человек внимательно анализирует интересы, да, того человека, ценности того человека, чем он увлечён, на особенности характера обращать внимание, на вкусовые какие-то предпочтения. В данном случае ещё можно пойти на хитрость и далеко заранее завести тему насчёт подарков, да, и спросить, а какие варианты, например, он или она считает неуместными, а какие принесут радость. А вот следующая классификация, прямо мне очень нравится, называется «Статусная борзая». Это дорогие подарки для самоутверждения. Вот вы немножечко, кстати, проговорили уже в начале программы. Вот на самом деле это всё так. И почему даритель с помощью подарка пытается как-то себя возвысить? И как понять, что подарок подарен именно вот с этой целью? Здесь обязательным условием будет наличие зрителей, хоть реальных, хоть виртуальных, а лучше всех вместе. Да, подарок будет выступать таким демонстрационным атрибутом его успешности. И ещё отличительной чертой будет являться то, что этим подарком даритель будет подпитывать свою значимость, а не значимость тому человеку, которому подарок обращён. Да, например, если будут дариться деньги, то это будет дариться при всех и без конверта. Да, если это будет какой-то подарок, то даритель может раньше времени, чем сам человек, который получил, захотеть его распаковать, при всех будет просить «покажи, покажи, разверни» и так далее. Либо это будут фотографии в соцсетях, например. «Я с подарком», «Я под подарком», «Над подарком», «Рядом с подарком». И такая подпись «Своей подарил». То есть это некая демонстрация своей успешности. Такой немножко нарциссический радикал здесь проявляется. Вот ещё всё интереснее становится. «Волк в овечьей шкуре». Это красивая обёртка подарка, а внутри могут быть даже передаренные вещи. Вот здесь я немного запуталась. Получается, вроде бы всё так красиво, напускает пыль в глаза. На самом деле абсолютно неискренний такой подарок. Вопрос в чём? Почему некоторые относятся к процессу дарения вот так небрежно? Здесь тоже в зависимости от контекста. Если, например, есть желание подарок передарить, и есть чёткая убеждённость, что этот подарок тому человеку будет нужен, он впишется как бы в его жизнь, в его стиль, в его вкусовые предпочтения, то почему бы нет? Бывает так, что, например, дарят посуду с какими-то яркими маками. У человека посуда, допустим, в доме стиль монохром. Но он прекрасно знает, что, например, сестра или мама любит цветовую гамму. И тогда это будет уместно, это будет круто, подарить этот подарок, и человек будет рад и с благодарностью отнесётся. Другое дело, если от подаренного ненужного подарка просто есть смысл избавиться. И неважно, нужен он, ненужен он. Дело человека — его просто отдать, передарить и так далее. Здесь важно что учитывать? Если вдруг так произошло, что подарки какие-то не нужны, и есть в планах его передарить, он на самом деле ценный, на самом деле интересный, ну просто как-то не вписался в вашу жизнь, то стоит прикреплять напоминающие стикеры, от кого был этот подарок, чтобы не попасть в просаг, да, и не передарить тому человеку. Обратно не вернуть. Да, не вернуть обратно, либо в ту, например, компанию, где тот человек мог бы появиться. Потому что бывают случаи, когда подарки через пять рукопожатий случайным образом возвращаются изначальному человеку, который дарил. Следующий. Игрок силы. Называется классификация. Дарит обидные вещи. Например, свитер на два размера, на размер или на два меньше. И на мой взгляд, это уже вот люди из класса токсичных, видимо, людей. Нужно вот чем-то уколоть, сделать больно. Зачем? Как воспринимать такой подарок? И самое главное, этого человека с этим подарком. Такое явление, да, тоже имеет место быть. И это говорит о том, что у этого человека пассивная, скрытая агрессия данному человеку. И это может проявляться и сознательно, то есть я целенаправленно это делаю, но зачастую это и бессознательные процессы. Когда, например, подруга дарит другой, зная прекрасно, что она, например, пользуется какими-то помадами цвета нют, и она тут дарит красную алую помаду или малиновую спелую вишню. И вот таким способом, как бы и подарок дорогой, и приятно, но вот такой неприятный контекст. Либо дарятся вещи на пару размеров меньше, или какой-то, опять же, цветовой гаммы, которую человек никогда не использует. То есть здесь скрытое послание такое, что чем-то ты вот меня цепляешь, или обида у меня, или злость на тебя, что-то как-то проявляется уже через такие символы. И если в зависимости от того, какие отношения с этим дарителем, иногда стоит и проговорить это в такой дружеской, приятной обстановке, чтобы расставить все точки над «и». Следующая классификация – жалобщик. говорит, как ему трудно финансово подарил, и тут же начинает капризничать, рассказывать, как ему тяжело даются деньги. Зачем он так делает? В чём подвох? Здесь в основе лежат тоже несколько мотивов. Либо тот человек, которому подарок обращён, незначен для этого человека, и он просто не хочет, не замотивирован инвестировать в него подарком. Либо оппонент не умеет принимать подарки, как-то своим поведением обесценивает, обивает всякое желание их дарить. А праздничные дни атмосфера как-то обязывает это делать. Либо этот человек с таким отношением просто жмёт. Марина, а у меня такой вопрос. А может быть такое, что вот даритель, то есть человек, который дарит подарки, дарит такие, которые бы сам хотел получить? Вот есть в этом какое-то психологическое значение? Ну, это такой крик души, да? Подарите мне это тоже. С таким эгоистическим немножко поднектом. Это ещё говорит о том, что человек не способен учитывать другого, да? То есть его внутренние потребности настолько превалируют, настолько доминируют, да, что он остаётся как будто бы слеп и глух тому, что тому человеку нужно. Мы же дарим для того, чтобы доставить радость в том числе и другому человеку. Марина, ну впереди очень важный праздник, 23 февраля. Что подарить мужчине? Как определиться с идеей подарка? На какие качества в мужчине обратить внимание? Мне кажется, вот мужчинам сложнее всего угодить. Вот, Марина, посоветуйте, что же делать? Очень важно помнить, что делая подарок мужчине, мы стараемся порадовать его, а не себя. И, следовательно, да, и дарить мужчине следует то, что ему хочется, то, что была бы важная цена для него, а не то, что вы посчитали полезным для него. Допустим, вы решили, что ему полезно перейти на здоровое питание, да, и поэтому подарили ему набор книг или там видеозаписи полезной и вкусной пищи. Вот как раз-таки этот пример, как делать не надо. Следующее правило — это подарок по его ключевым ценностям. И чтобы подарок стал ценным для мужчины, он должен отвечать его ценностям. Как их определить? Самый верный способ — это посмотреть, на что больше всего времени тратит ваш мужчина, например, помимо работы. Важно понимать, что мужчины любят практические подарки, которые можно применить в жизни. Да, если, например, мужчина увлекается, не знаю, лыжами, да, и вы заметили, что у него маска, да, от солнца там уже устарела или там сильно поцарапана, да, будет очень так хорошо, правильно сделанный выбор — подарить ему, например, новую, да, качественную, хорошую маску. То есть подумать — это его потребность, это его интересы. Если мужчина, например, очень любит планировать что-то, да, то есть специальные программы какие-то, ежедневники, да, для составления каких-то фиксаций своих планов. Вариантов много. Просто нужно быть наблюдательней, да, и уметь улавливать эти сигналы. Мы же говорим своими ценностями, мы всё время их проговариваем. Очень важно уметь это расслышать. Ещё один момент. Подарок должен сопровождаться атмосферой, которую создаёт женщина. Мужчина ценит своё состояние рядом с определённой женщиной. Ну а это что значит? И женщина должна своим настроением, эмоциональным фоном дать понять, да, как мужчина для неё важен, как он для неё ценен, как она рада ему, да, и как она этим подчёркивает его значимость и нужность в своей жизни. Да, это способность. Но эту эмоцию, вот как её создать, когда мы просто дарим подарок? Что нужно? Как сэмоционировать, чтобы вот мужчина понял нашу привязанность к нему, наше отношение к нему? Это радость, да, это открытость, это улыбка, это смотреть в глаза, это такой взгляд его скользящий, изучающий. Да, это желание настолько сделать для него приятное и передать своё настроение, своё ожидание, да, чтобы он рядом с этой женщиной чувствовал эту заботу от неё, да, эту любовь и уважение. Мариночка, а вот такой вопрос. Можно дарить цветы мужчинам? Вот многие дарят. Как мужчины воспринимают, все ли мужчины категорически против и можно ли дарить мужчине цветы? Ну, эта идея, конечно, лучше и более целесообразна для, кстати, для женского пола, да. Для мужчин цветы, они как-то не вызывают у них какого-то эмоционального отклика. Другое дело, если сейчас как модно, да, собрать какой-то мужской букет, да, из каких-то там дополнительных атрибутов, и это выкладывается в виде цветов. Да, это уже какое-то практическое применение можно, да, найти. Важный ещё момент, что не рекомендуется делать при выборе подарка для мужчин, это дарить мужчинам дорогие подарки, даже если вы хорошо зарабатываете. Почему? Это тратить свои накопления на подарок, все накопления, да, на подарок мужчине. Это ни в коем случае не надо брать в долг или взлазить в кредиты для того, чтобы сделать достойный подарок. Потому что мужчина, мужчина здоровый, зрелый мужчина, да, дорогие подарки может приобрести себе сам купить. А если в этот момент какой-то он не в состоянии это сделать, и женщина приходит с этим, да, как будто бы доставить ему радость, но на самом деле здесь имеется обратная сторона медали, тёмная, да, когда это бьёт по самооценке мужчин. Ну, с мужским подарком, Марина, мы разобрались, но впереди и не за горами-то, и женские деньги. Как говорят, как аукнется, так и откликнется. Ну, давайте немножечко подскажем и мужчинам, что же женщинам выбрать в этот праздник. Ну, и вообще любой другой. Девушки гораздо более чувствительные относятся к подаркам, да, которые дарят им мужчинам. Это связано прежде всего с тем, что на бессознательном уровне подарок, то есть подношение — это символ того, что мужчина потенциален, что он имеет доступ к ресурсам во внешнем мире, и там у него всё хорошо. И это создаёт такое внутреннее базовое пополнение, что я могу быть в безопасности, да, и защищённости в безопасности. Помните, что в первую очередь подарок — это символ симпатии или любви и является проявлением внимания, в котором нуждается каждая женщина. И для выбора подарка я бы тоже рекомендовала придерживаться некоторых советов, правил, рекомендаций. Учитывайте характер девушки, да, её темперамент, жизненную позицию, какие-то ценности, романтичная ли она особо, да, или более сдержанная, зависима ли она от материальных ценностей, да, или более какая-то воздушная. Берите в расчёт, конечно, её возраст, так как идеи, чтобы подарить взрослой женщине или юной девушке кардинально разные. Берите в расчёт, конечно же, статус и длительность ваших отношений, так как некоторые подарки, да, могут быть уместны на начальных этапах отношений, да, и отличаться от тех, которые можно дарить на долгих, крепких уже семейных связях. При выборе подарка также можно сделать акцент с учётом её хобби, да, увлечений и какой-то профессиональной деятельности. И помните, что какой бы подарок вы ни купили, он обязательно должен быть каким-то обыгранным, слегка романтичным. И внести такой настрой помогут соответствующие какие-то мелочи или атрибуты, ну и, конечно же, цветы. Цветы, да. И такой лайфхак хочу посоветовать, что можно сказать, что вы уже купили ей подарок, и создать такую интригу. И тогда она захочет угадать, и будет предлагать варианты. И как раз-таки это то, что она бы хотела получить. Или наоборот, то, что могла бы выслить. Что подарить человеку, у которого всё есть? Скорее всего, это могут быть эмоции. Материальной ценности никакой у этого подарка для этого человека не будет. Это лучшее то, что связано с настроением и таким послевкусием от данного подарка. То есть, зная, что у человека может вызвать эти эмоции, вот в ту сторону и идти, в ту сторону и искать. Это будет правильным решением. Ну вот эмоциональные, хорошо, эмоциональные подарки, это какие они могут быть? Например, это совместное прыжок с парашютом, да, и тогда это могут быть в таком адреналине ещё и какие-то скрепления чувств, ещё больше, да, происходит сцепка. Либо это прохождение какого-нибудь квеста, например, вместе, да. Или это какой-то внезапный, не знаю, вне праздника сюрприз, что-то такое интересное придумать дома, когда человек приходит, да, там, с работы или приезжает, там, с командировки. То есть, это то, что вызовет у него какой-то эмоциональный отклик, и то, что запомнится, и то, что будет греть. Марина, а есть подарки, которые нарушают границы, чего точно не стоит дарить? Да, конечно. Это, во-первых, подарки с обременением, да, это то, например, животных дарят, да, кошек, собак, какие-то огромные аквариумы с рыбами. Да, это может быть, и человек может об этом говорить, и как-то рассуждать, да, в какие-то определенные моменты. Но решиться на это он должен сам, потому что это долгоиграющая история. Да, если, например, пара любит путешествовать, да, а им тут приносят собаку в подарок, да, то есть это находят определенные уже какие-то ограничения. Да, этого делать не стоит. Тем более предпочтение по породам и по любимчикам, да, у всех разный. Подарок не должен указывать на недостатки человека. Он прежде всего же должен приносить радость. Поэтому как-то малетон дарить, там, шампунь от перхоти, да, или там средство для глубокого исключения, там, проблемных участков каких-то. Или свитер на два размера меньше или больше. Такой подарок, он может быть полезен, да, но он какой-то такой оставляет неприятный душок после этого. Есть, конечно, исключения, когда это можно сделать близким своим людям, если вы точно знаете, что это им нужно, и они об этом заявляли, но сами себе это приобрести по каким-то причинам не нужно. Марина, спасибо огромное. Надеюсь, наш эфир поможет тем, кто еще не определился с выбором подарка. Марина, а вам всегда хорошего настроения. До свидания. До свидания, Оксана. Обмен подарками показывает, что люди думают, ценят и любят друг друга. Они строят и поддерживают отношения. Дарить и принимать подарки нужно от души. И пусть подарок будет не таким, как ожидали. В любом случае, человек, когда выбирал его, думал о вас. А это дорогого стоит. Мужчин поздравляю с наступающим праздником. Желаю здоровья, благополучия и успехов. И, конечно, хороших подарков. А мы обязательно встретимся и поговорим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин